здравствуйте друзья четверг вечер 20 сентября еду домой с работы 8 часов вечера я иногда какое-нибудь видео сделаю и мне люди говорят наверное вот вас каким-то комментарием кто-то там раз задорил зацепил задел или там типа а что это был такой за комментарий или что конкретно вам кто-то вот сказал что вас так зацепило и так далее друзья меня абсолютно невозможно никаким комментарием зацепить я я настолько уже как сказать привык ко всему что ну правда это не потому что что-то зацепило а комментарии иногда наталкивают на какие-то рассуждения которые просто так не в голову не придут и например вы можете получить тысячу комментариев типа миша молодец так держать ну и какой сюжет из этого может родиться знаете а когда вот я сегодня например получил комментарий ну там большой большой был текст и заканчивалось словами перед тем как он говорит что я отписываюсь он сказал таким не место на ютубе понимаете это уже ты начинаешь думать и как-то во всяком случае думал как как-то включается думаешь это это что чтобы это могло значить вообще вот какие-то аспекты в этом во всем и вот я абсолютно без всякого так сказать перевозбуждения по поводу каких-то там комментариев или скажем так это для меня не личная совсем но вот заставляет задуматься тут этот самый товарищ который сказал что мне на ютубе не место он объясняет как бы там вот почему он три-четыре месяца нас смотрел чуть ли не все подряд смотрел и пришел к выводу что я плохой плохой потому что я нечестный потому что я все все что я делаю я так сказать имею свой коммерческий корыстный интерес правда не говорю четыре месяца блин не мог разобраться ну ладно и вот значит да и в смысле примера человека который эмигрировал и какую-то там жизнь построил типа успешную или может быть там показно успешную вот мол смотрите на меня и что даже в этом смысле я в общем-то никуда не гожусь потому что не был бы я евреем да значит не не эмигрировал бы я там в 36 лет вот когда там эта волна была а там через скажем там три четыре пять лет мне прошу был сороковник а и уже ребенку пара в институт и уже туда-сюда и уже бы старый и так бы и жил в ссср и вот эта часть эта часть меня как-то побудило задуматься я начал думать вот если бы я не был евреем конечно иммиграционная часть этого его так сказать рассуждение абсолютно несостоятельно то что в наше время нельзя было получить визу нельзя было выехать за рубеж на запад не только даже в со стороны не пускали но допустим через годик через два когда уже люди стали ездить вот достаточно было оказаться за пределами ссср и просто прийти попросить политическое убежище его давали на раз вот если вы например смотрели фильм москва на гудзоне я вам очень советую посмотреть если вы не смотрели там скрамор вам артист очень хороший так вот там вот эти обычные дела там советские да там цирк или там балет и там спортивная команда они куда-то приехали на запад и там с ними чекисты и все дела но он раз там убежал куда-то ему тут же давали политическое убежище сейчас проще с этим сейчас ты уезжаешь оттуда до приезжаешь сюда и подаешь тут вот на этот самый политикал и сайлу вот собственно и все вот вот уж действительно делов конечно в наше время было удобно потому что интервью прямо в москве было и так далее но если хотелось уехать и и не еврею и куда угодно не говоря о том что еврею можно и в израиль было и в германию совершенно не без или куда господи ты боже мой но не суть не суть мы видим сегодня столько неевреев которые здесь и по лотереи и по профессиональной иммиграции по бизнесу и по политическому убежищу что в общем как не суть важно заинтересовала меня мысль о том что если бы я евреем не был а был бы вот я как он ну допустим усредненно пусть будет русский да как наиболее массовая такая категория в национальном плане был бы я значит русский и прожил бы я совершенно другую жизнь и был бы ну имею ввиду что я был бы такой как я есть но только русский тоже если бы я был там совсем совсем какой-то другой русский там strongest семьи алкоголиков может быть или там ну ну вот нет нет но вот такой же такой же вот как есть но только русским я был бы себе я закончил бы там я не знаю какой там хороший университет там Типа физтех, там, МГУ Я был бы там доктором наук, завкафедрой И так далее Вот свои там Сколько? Не знаю, 45, там, 50 И как бы И жил бы вот такой жизнью Но самое главное не в этом Самое главное в том, что Я бы никуда И не хотел уезжать Понимаете, мне-то ведь Получилась какая история Я всегда чувствовал себя Как бы вот Частью страны, большой, советской Замечательной страны Которая самая лучшая страна в мире А эта страна, периодически Мне По мордасам, типа, ты не наш Ты чужой, ты сука поганая Ты предатель фактически, только ты еще не успел Предать, а в общем-то уже предатель И я очень мало Крайне мало Сталкивался с бытовым антисемитизмом Я не могу, пожалуйста, ну были там Не знаю, там, несколько случаев Вот, но, ну нет Меня тут добивал антисемитизм государственный Когда ты живешь в стране И в этой стране так вроде тебе говорят, что мы все равны А дальше выясняется, что вот в институты Там, кроме вот этих вот нескольких Тебя не берут Вот поэтому я учился в институте связи Потому что там берут Вот, и И поэтому мы всем институтам уже тут Со временем Значит, а дальше, получается, на работу Тебя не берут И поэтому из нашего института связи Там 16 человек Мы приходим в это несчастное там ЦКБ министерство связи, где я работал И 15 из 16 евреев Потому что нас некуда девать Нас на распределение не берут никуда И Да, одна была русская девочка Когда она в доме напротив жила Она договорилась Пришла в отдел кадра и договорилась И на нее запрос сделали оттуда Понимаете? И вот Ну, я не хочу, так сказать Пересказывать все эти истории Но Не в этом дело То есть кто-то скажет, что этого не было Кто-то скажет, что я врую Или переувеличу Мне абсолютно без разницы, что они скажут Я о своей жизни Сам вот рассуждаю И я говорю Значит Мне эта система Страна Как бы, да Она все время говорила Ты чужой Ты не наш Ты вот сейчас в Израиль уедешь Вот ты тут бесплатно у нас учишься А потом еще неизвестно Значит, где ты родину придашь И И при всем при этом При всем при этом У меня было ощущение страны У меня было ощущение родины У меня было ощущение того Что, ну да, есть какой-то бардак Как бы вот Недопонимание там У страны Но мы-то есть Это же наша страна Это же мы тут Как же И И я даже при том Что евреем был Уезжать никуда не хотел То есть Он говорит Что я бы там Никуда бы и не уехал Так я же и не хотел Света Меня Это самое Пихало в эту сторону Причем пихало Еще с институтских лет Потому что там Кое-кто из наших знакомых Близких друзей Уехал вот в те годы Там В середине и в конце 70-х Когда еще можно было Перед Афганской войной Были возможности Так вот Если вы видели Мои видео По Италии Когда мы ездили У нас было путешествие Пару лет назад Там Италия Австрия Словения Вот там были ребята Они сейчас в Нью-Йорке живут Это Светина школьная подруга Они за одной партой Сидели в Киеве Вот они уехали В 78-м По-моему Году В конце Ну в общем Неважно Саша Новоселов Вот который Алекс Который строитель Да Которые потолки натяжные У нас на канале Тоже есть У меня есть с ним Плейлист Называется Прогулки с Алексом Вот он уехал В 79-м Ну в общем Были люди Которые тогда уехали И Света С тех пор Она меня очень Активно Как бы пихала Она утверждает Что ей вообще Хотелось уехать Еще с дошкольного возраста Ну я оставляю это На ее совести Вот То есть она хотела Не уехать куда-то Она хотела Может быть уехать Откуда-то Вот она из Киева Хотела куда-то уехать Вот она Ее сестра уехала В Москву учиться В институт И она потом уехала То есть никто из них В Киеве не оставался Не суть И вот я возвращаюсь К этой самой истории Я не хочу Я не в упрек Ребята Я абсолютно не в упрек Допустим Тем русским Которые хотят уехать Из России Или там Тем украинцам Которые хотят уехать Из Украины Тем там Узбекам Которые хотят уехать Из Узбекистана Я абсолютно Не в упрек Но я хочу сказать Что я Да был бы я Русским Я бы наверное Никогда бы Мне бы в голову Не пришло Просто в голову Не пришло Значит я бы Совершенно Как бы сказать Был бы таким же Счастливым человеком Как и сейчас И до отъезда У меня там был Какой-то кооператив Я там уже был В какой-то коммерческой деятельности Я оставил его ребятам Которые там были Вот Я его сам создал Своими руками Я был единственным Его создателем То есть у меня были помощники Там и так далее Но у меня не было партнеров Я был один И я оставил его там Своим ребятам Чтоб они так Ну И даже там денежки Немножко на счету Там оставалось Ну просто Чтоб им было на операции И все Вот И мы поехали То есть Если бы не убили В начале 90-х Я наверное Был бы и не бедным Я так думаю И в общем Что называется На хорошем счету Не знаю Я с ужасом думаю Что может быть Я бы тоже прыгал До потолка там Типа Крым наш Не могу сказать Очень хочется верить Что со мной бы этого не было Но Но я не знаю Может быть и было бы Пади знать Вот Поэтому Что было бы Если бы Вот нет Я бы прожил Совсем-совсем-совсем Другую жизнь В которой Иммиграция Вообще могла бы Не быть никаким Фактором В этой жизни Вот Я смотрю на людей С которыми мы учились вместе В 57-й школе В математической Это школа Которая Как бы Ну В моей жизни Сыграла очень важную роль Может быть большую Чем допустим Любой там Из двух университетов И аспирантуры В которых я потом учился Вот те два года Что я там был Девятый-десятый класс Я смотрю Из нашего класса Вот сколько нас там было По-моему я один только и уехал Даже я не знаю Там были ребята Которые Там много народу Которые доктора И кандидаты наук И кто-то в коммерции Были такие Что работали по несколько лет За рубежом Но чтобы вот именно уехать Евреи в том числе Нет они все там Все в Москве Никто никуда не делся Я смотрю на нашу группу В институте связи Где я учился Тоже Но вот нас там Нас там и было Это два еврея всего Ну вот мы здесь оба В Кремниевой долине А так вот Ну сколько народу было Все там Все хорошо устроены Все хорошо зарабатывают Это когда мы шли Поступать в институт связи Это связь была такой Помойкой Но вот никуда не берут Вот надо идти Ну куда идти Вот связь А сейчас связь Слушай они все при деньгах Я смотрю там Они такими интересными делами Занимаются Вот Там и сетевики И там интернеты Там продают Оптовые услуги Там еще что-то Потрясающе Все очень хорошо устроены Приезжают иногда Мы с ними тут Значит по Америке гуляем Так далее Поэтому Я думаю Что Не случись вот этого вот Ну Наверное Я тогда бы и не женился На свете Я не знаю Точнее Она бы может быть На меня не позарилась Я не могу сказать Во всяком случае Мы бы прошли По разным таким путям Жизненным Наверное бы я не учился Наверняка Я бы не учился В институте связи Потому что мне Не было такой задачи Пойти туда Куда евреев принимают Потому что это единственная причина По которой я там оказался Вот Вторая причина была в том Что это было рядом с домом Но это никак не связано с домом Я бы и поездил Ничего страшного Все ездили Вот Поэтому я бы прожил Какую-нибудь другую жизнь Там Не знаю Ой Страшное дело Так вот Как начнешь думать Какую жизнь Мог бы прожить Так уже думаешь Хорошо Что я эту прожил А ту я может быть В какой-то другой жизни Еще проживу Знаете Никому не заказано Понимаете Там Вот Так что Может я когда-то уже был Не евреем Наверное Я тут с одним раввином Разговаривал Много лет назад И тоже вот Про идея реинкарнации А Если вы не в курсе То идея реинкарнации Она очень хорошо прописана В Кабале Это часть Как бы Иудаизма Это часть Местить Так сказать Мистицизм И Еврейский мистицизм Кабала И там Вот на эту тему И он Утверждал Что Значит Еврей Он когда Следующую жизнь Приходит Он приходит Снова евреем Что само по себе Было очень сомнительным И когда Вот я с эзотериками Такими обычными Разговаривал Они очень смеялись Когда я им эту историю Расскал Что Поэтому Может я уже был И тем и этим И десятым И двадцатым И тридцатым Но вот в этой жизни Друзья Мне вот выпала Такая вот Интересная линия И Наверное Я В общем Зачем-то Зачем-то Пришел С этим Вот именно с этим И именно в этот момент И Действительно Было очень удобно Конечно Вот эта волна была Когда нас оттуда Забирали Можно сказать Эшелонами Вся Америка Скидывалась Деньгами Чтобы вывести Нас оттуда И Сотни миллионов долларов Были собраны Чтобы вывести людей В Израиль В Америку Купить им билеты На самолеты И так далее Потому что Ну как бы Окно открылось И неизвестно Когда в следующий раз Может открыться И нужно было Задача была такая Вывести всех Кто хочет выехать Но между тем Между тем Полным-полным-полно Было в то же самое время И баптисты С пятидесятниками Да Вот эти Религиозные тоже Группы Они Вот эта поправка Лаутенберга Она тоже на них действовала То есть Очень-очень много Выезжало По израильским визам Выезжали Знаете Как интересно было Им делали Приглашение Через Израиль И они Вот значит Договоренность была Между Израилем И Соединенными Штатами Им делали Значит Приглашение из Израиля Типа у них там родственники А дальше их выпускали И везли уже в Америку Там в Канаду И так далее Такая была акция По спасению Да Ну что же А мы Эстафетную палочку взяли В те годы Но из рук не выпускаем Поэтому Как бы Определение наших Определение своих Да У нас гораздо более широкое И Как бы сказать Наверное Мы люди Так советские Вот как бы Если так По-настоящему Определять Наверное Мы люди советские Вот с этой системой Ценностей И для нас Вот все Посоветское пространство Это наша родина И я не могу сказать Что мне там Допустим Киргизия Мне меньше Близка Чем допустим Россия Украина Или там Беларусь Или там Я не знаю Латвия Для меня Вот все люди Которые там живут Все наши Ну кто хочет Я же их не заставляю Но вот я их воспринимаю Как наши Поэтому Взяли стафетную палочку И дальше несем И другим передаем И Вот кем родился Тем И пригодился Так Наверное мы скажем И на этом закончим Счастливо Счастливо Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Счастливо Корректор А.Кулакова